Гигантские кальмары – любимая еда кашалотов. И это вполне объяснимо. Они крупные и питательные, и, наверное, вкусные. Чтобы пообедать с гигантским кальмаром, кашалоты ныряют на глубину до двух километров. Существует даже предположение, что когда-то кальмары плавали ближе к поверхности, но после появления кашалотов им пришлось переехать гораздо глубже. И кашалоты начали спускаться за ними. Но побег далеко не главный способ защиты гигантских кальмаров. В смысле, вы их видели? Это же настоящие подводные монстры! Стоит кашалоту приблизиться к гигантскому кальмару, как тот обвивает его своими мощными щупальцами и впивается в кожу острыми присосками. Кроме того, у кальмаров есть клюв, который может наносить очень серьезные раны. Исследователи и просто люди, живущие у побережья, часто встречают кашалотов, покрытых характерными шрамами после схваток с гигантскими кальмарами. При этом считается, что кожа кашалоты имеет толщину до 35 сантиметров. Это самая толстая кожа среди всех современных животных. Вполне возможно, что такая кожа – тоже результат эволюционного приспособления. Кашалоты просто отрастили ее, чтобы защититься от кальмаров. И не забывайте, что у кальмаров не только сильные щупальца и острые присоски, но еще и когти в этих присосках. Я не буду рассказывать об этом подробно, мы недавно уже упоминали о них в другом видео. Обязательно посмотрите, если еще не видели. Лучше вернемся к клюву гигантского кальмара. Ученым удалось проверить клюв перуанско-чилийского гигантского кальмара. И он настолько крепкий, что способен разбить две кевларовые пластины. А по данным Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, кевлар в 20 раз прочнее стали. Это делает укус конкретно этого кальмара одним из самых сильных в мире. Неудивительно, что кашалоты его опасаются. Предварительные данные показали, что кальмар-гигант имеет силу укуса более 455 килограммов. Это больше, чем у пятнистой гиены, хотя и меньше, чем у крокодила. Данных пока недостаточно, но подумайте вот о чем. Особь, которую проверяли ученые, была не самой большой. Существуют гораздо более крупные гигантские кальмары, а значит, их сила укуса будет еще больше. Не исключено, что их клювы достаточно прочные, чтобы прокусить человеческую руку вместе с костью. Так что, возможно, гигантские кальмары – обладатели самого мощного укуса на планете. А ведь когти, клювы и щупальца – не единственные средства защиты. Гигантский кальмар смотрит на мир глазами размером с футбольный мяч. Их диаметр не менее 25 сантиметров. То есть это самые большие глаза на планете. Даже у синего кита, самого большого животного из когда-либо существовавших, глаза шириной всего 11 сантиметров. И все потому, что гигантским кальмарам приходится иметь дело с кошелотами. В океане огромные глаза имеют серьезное преимущество перед просто большими глазами. В частности, они намного лучше обнаруживают крупные объекты, излучающие собственный свет на глубине более 500 метров. То есть идеально подходят для того, чтобы вовремя разглядеть кошелотов. Погодите, но почему кошелоты вообще светятся? Что ж, на самом деле это делают не они. Все дело в том, что когда кошелоты ныряют, они подбивают крошечных животных, таких как медузы и ракообразные, которые вспыхивают в ответ. Эти мерцающие очертания были бы слишком слабыми для большинства животных, но только не для гигантского кальмара. Даже на расстоянии в 120 метров кальмары способны уловить эти вспышки и быстренько сбежать. Может показаться, что у ученых уже достаточно информации о гигантских кальмарах, но на самом деле ее просто невероятно мало. Гигантские кальмары – одни из самых неуловимых существ в мире. Увидеть по-настоящему большую особь живьем – колоссальная удача. Исследователи до сих пор мало что знают о базовой биологии гигантского кальмара, включая размножение, жизненный цикл и точную оценку максимального размера. Долгое время нельзя было получить даже фото. Морской биолог и писатель Ричард Эллис описал гигантского кальмара как «самое неуловимое изображение в естественной истории». Но почему именно с гигантскими кальмарами возникают такие проблемы? Что ж, они просто не хотят, чтобы их кто-нибудь изучал. И то, что гигантские кальмары такие большие, вообще не помогает ученым. Как я уже сказал, кальмары обитают на большой глубине, где очень темно. А их огромные глаза могут различить даже мельчайшие вспышки света. Поэтому аппараты, с помощью которых человечество изучает других глубоководных существ, просто не работают. Гигантские кальмары видят их заранее и уплывают. На сегодняшний день ученые смогли найти только один способ, чтобы перехитрить кальмаров. Они разработали конструкцию, в которой используются тускло-красные огни вместо ярко-белых, которые обычно применяются в подводных исследованиях. Массивный глаз кальмара не может различить этот цвет, что значительно повышает шансы оператора рассмотреть его поближе. Плюс аппарат оснастили светящейся приманкой. Она вызывает у кальмара любопытство и вынуждает его приблизиться. Благодаря этому способу ученым удалось снять гигантского кальмара второй раз за всю историю! В 2019 году. Первая в истории фотография живого, взрослого, гигантского кальмара в естественной среде обитания была сделана в 2004 году. То есть люди знали о существовании этих монстров еще во времена Аристотеля, но как следует задокументировать их удалось только в начале 21 века. Первое видео живого взрослого кальмара было снято в 2006 и затем до 2019 года был большой перерыв. Это не значит, что ученые не пытались, просто гигантские кальмары хорошо прятались. Иногда они достаются ученым уже мертвыми, но и такая ситуация считается большой удачей. В 2004 году рыбак с Фоклендских островов обнаружил гигантского кальмара у себя в сетях. Монстра решили транспортировать в Лондон, и это было чертовской сложной задачей. Не только потому, что тело кальмара начинало разлагаться, но и потому, что он был огромным. Только чтобы переложить его с одного места на другое требовалось как минимум 10 человек. Работа была очень тяжелой, к тому же мертвый гигантский кальмар выделял аммиак, которым вскоре пропах весь музей. Но зато теперь образец длиной 8,6 метра выставлен в аквариуме в Лондонском музее естествознания. 8,5 метров – это очень много, но вообще не предел для гигантского кальмара. Согласно исследованиям, опубликованным 17 мая в журнале зоологии длина монстра может достигать 20 метров. То есть где-то в океане плавают существа больше школьных автобусов, да еще и вооруженные мощными клювами, когтями и сильными щупальцами. Признаюсь честно, такая информация меня немного пугает. Правда, когда исследование было опубликовано, оно вызвало массу вопросов и споров. Возможно, данные чересчур устарели, а потому не могут быть верными, но теоретически все может быть. И ведь гигантские кальмары сражаются не только с кашалотами. Они могут драться даже друг с другом. Оказывается, иногда гигантские кальмары превращаются в пиратов. В октябре 2016 года на один из испанских пляжей выбросило гигантского кальмара. Это была неполовозрелая самка весом 105 килограммов. На правой стороне ее мантии обнаружилась глубокая рана, два щупальца были разорваны у основания, а вся кожа оказалась покрыта следами от присосок. Все это явно сделал другой гигантский кальмар, но не из-за каннибализма или партнера. Причиной стало так называемое пищевое пиратство. Более крупный кальмар напал на жертву, чтобы украсть ее еду. Не самая необычная схема в животном мире – забрать чужое, чтобы не напрягаться самому. Но это была действительно жестокая битва. Так, кто там еще есть опасно в океане? Большие белые акулы? Кальмары нападают и на них. То есть вообще-то это акулы охотятся на кальмаров. Головоногие в принципе очень важны для их рациона, потому что полезные и питательные. Так что нет ничего удивительного в том, что белые акулы погружаются на большую глубину в поисках обеда. Но кальмары не сдаются без боя. Более того, их столкновения с акулами настолько агрессивны, что акулы получают чудовищные шрамы. Чаще всего их наблюдают у молодых самцов. Возможно, с таким противником кальмарам проще справиться. И шрамы, оставленные кальмарами, встречаются у акул самых разных видов, в самых разных уголках света. В ноябре 2019 года морской фотограф сделал снимок длиннокрылой акулы у побережья Гавайев и обнаружил, что ее тело было покрыто необычными круглыми шрамами. Вообще, там, на большой глубине, происходят по-настоящему эпические битвы, о которых мы знаем только в теории. Вот вы наверняка представляете себе, что такое антарктический гигантский кальмар. К этому моменту видео точно. Но вы когда-нибудь слышали об антарктическом клыкаче? Это крупная рыба, которая живет в холодных водах и может вырасти до 1,7 метра, при этом иметь вес в 135 кило. Неудивительно, что кальмары любят полакомить с такими рыбами. Но клыкачи отвечают им взаимностью. Когда ученые проанализировали, чем питаются клыкачи, они обнаружили, что в их желудках встречаются части этого морского монстра. Начиная от кусков мантии кальмара и заканчивая щупальцами, которые достигали колоссальных 2,4 метра в длину. А значит, это не кальмары охотятся на клыкачей. Эти виды просто постоянно сталкиваются друг с другом там, на большой глубине, а потом дерутся насмерть. Ну а если кальмары сражаются с другими обитателями морей и друг с другом, они вряд ли обойдут стороной людей. Я, конечно, имею в виду не отдельных людей, которые случайно оказались посреди открытого океана. Но все-таки мелковаты для крупных кальмаров. Зато им очень нравятся наши лодки и подводные устройства. В 2007 году кальмар атаковал подводный аппарат, который исследователи использовали для изучения подводных каньонов в Беринговом море. Ученые очень удивились, но, скорее всего, не так сильно, как кальмары. Они живут на глубине около 300 метров, куда проникает мало света, поэтому совершенно не ожидали встретить там подводный светящийся аппарат. Впрочем, кальмары решили, что перед ними какой-то очень крупный представитель семейства светящихся анчоусов, и начали охоту. Они цеплялись за огни подлодки, атаковали их клювами, а одного кальмара даже засосало в двигатель. После этого ученым и подводным монстрам пришлось разойтись. И надо сказать, что это довольно благоприятный исход, потому что в 1874 году в Бенгальском заливе гигантский кальмар напал на шхуну «Перл» и потопил ее. Сначала эта история появилась в индийских газетах, а затем ее напечатали в авторитетной лондонской газете «Таймс». Со слов свидетелей тех событий, включая капитана шхуны, получается, что это был гигантский подводный монстр, около 30 метров в длину, который подплыл к кораблю во время полного штиля и просто утащил его на дно за несколько секунд. Погибли двое членов экипажа, еще пятерых, включая капитана, спас проходивший мимо пароход. Правда, до сих пор непонятно, насколько эта история правдива, ведь в то время не особенно заморачивались доказательствами. Но в морях полно огромных жутких тварей, так что все может быть. Тем более такие встречи случаются чаще, чем вы можете представить. Например, в 2003 году французские моряки, участвовавшие в Кубке Жюля Верна, сообщили, что столкнулись с гигантским кальмаром. Один из яхтсменов увидел щупальце через иллюминатор, и оно было толще его ноги. Два щупальца блокировали руль, и кальмар действительно очень сильно тянул лодку. Но атаковать монстра было просто нечем. Перед началом состязания на скорость как-то не думаешь, что тебе придется отбиваться от гигантских кальмаров. В итоге моряки просто остановили судно, и кальмар сразу же потерял к ним интерес. Разжал хватку и уплыл. На самом деле, нам удалось найти как минимум 10 подтвержденных случаев таких нападений. Все они случались в разное время и в разных местах, но нам просто не хватит целого видео, чтобы рассказать о них всех. Так что можете поискать эту информацию самостоятельно. Она довольно интересная. Ну а если вы до сих пор не уверены, что гигантские кальмары – это монстры из какого-нибудь параллельного мира, то просто посмотрите, как выглядят яйца кальмаров. Это нечто, похожее на огромную каплю со странным содержимым. Целый шар слизи, который может достигать в диаметре нескольких метров. Так размножаются даже самые обычные кальмары, например, южный короткоперый кальмар. Большое яйцо выступает в качестве упаковки и несет в себе тысячи маленьких яиц. Неизвестно, как кальмары производят эти яичные массы и почему они такие огромные. Считается, что самка откладывает меньшую массу, которая расширяется при контакте с водой. В зависимости от вида, огромные сгустки слизи выглядят по-разному, но если верить ученым, гигантские кальмары тоже должны размножаться подобным образом. Правда, яиц внутри шара слизи будет уже побольше. И да, увидеть нечто подобное, а уж тем более заснять – невероятная удача. Кальмары в принципе откладывают яйца на большой глубине, а затем они быстро опускаются еще ниже. Пожалуй, я не удивлю вас, если скажу, что ученые понятия не имеют, зачем нужны странные образования внутри сгустка. Возможно, это чернила самцов, оплодотворяющих мешочки с яйцами, а может и элемент маскировки, чтобы хищники увидели не шар с питательным желе, а какую-нибудь большую рыбу вместо него и держались подальше. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok